Есть две жизни. Одна жизнь — это физическая жизнь. Бог сделал так, что каждый человек, который рождается на земле, он пользуется его подарком, жизнью. Когда зарождается младенец внутри и появляется на свет, он пользуется благом Божьим, он получает жизнь. Это подарок Бога. Но в каждом человеке живет внутри семя греха, что делает человека полностью непригодным для жизни вечной. Я повторю это. Даже если мы очень добрые люди, даже если мы делаем много добрых дел, семя греха, которое было однажды посеяно через непослушание Божьему Слову там, в саду, в Эдеме, это семя продолжает передаваться человеку, человека к человеку во все поколения, и человек становится непригодным для жизни вечной. Из-за этого семени, потому что Бог сказал, что человек или будет послушаться, когда он говорил это Адаму, или если не послушается, он просто умрет. Он не сможет жить вечно. Таким образом, ни один человек, даже очень хороший человек, если он не получил вторую жизнь, первую он уже получил, он живет сейчас в физическом теле, вторую жизнь, он не может пойти в небеса, даже если он сделает много хороших дел, даже если он каждый день будет ходить и делать хорошие дела, из-за семени греха, из-за этой клетки раковой, которая не позволит ему попасть в небеса. Это законы Божьи. Ничего нечистого не войдет в небеса. И этот грех делает человека нечистым на всю жизнь. И Бог очень сильно возлюбил людей, понимая, что им всем предстоит умереть из-за греха одного человека, из-за Адама. Бог создал план спасения для человечества. И Он сказал однажды, Своему Сыну. Пойди на эту землю. Пойди к этим людям, которых я люблю. И покажи им меня совсем другого. Покажи им меня настоящего, какой я есть, чтобы они возвратились ко мне. Покажи им меня, не таким, каким меня рисует дьявол, не таким, каким меня рисуют люди и пишут книги. Покажи им меня, какой я на самом деле. Иисус пришел на эту землю и показал нам, какой я тесно на самом деле, чтобы люди возвратились к Богу. И никто не знал, какой Бог приготовил сюрприз. Потому что Иисус ходил, как великий пророк, как великий целитель. Все восхищались им, но никто не знал, какой сюрприз приготовил Бог. Это была великая тайна. Когда Иисуса взяли, схватили, просыпали на кресте и думали, что все покончено. На самом деле все только началось. Началась новая эра. Эра возврата человечества обратно к Богу. Новая эра возврата грешников к своему Создателю. И это великое чудо произошло. И в Деяниях сказано очень прямо, в книге Деяний. Когда сказали, что нам делать, чтобы спастись, Петр сказал, вы покаетесь и креститесь и получите в дар Святой Дух. Когда Святой Дух входит в жизнь человека, происходит второе рождение, вторая жизнь. Человек становится способным войти в жизнь вечно. Ни один человек своими делами не оправдается. Он должен родиться заново. Новое рождение. Я сейчас обращаюсь к тем из вас, кто, может быть, пришел сегодня в первый раз сюда. Может, вы не знаете, почему вы здесь. Может, вы пришли за исцелением. Может, вас кто-то пригласил. В любом случае, мы будем молиться сегодня, и мы будем возлагать на всех руки, вы получите свое чудо. Но есть что-то большее. Я вышел, чтобы сказать о чем-то большем. Вы можете получить исцеление, чудо, финансовые благословения. Можете мужа, жену получить по молитве, все что угодно. Но если вы не воспользуетесь этим великим даром, привилегией взять вторую жизнь, новую жизнь, возвратиться к Богу, считайте, что вы ничего не получили. Потому что вы просто когда-то все равно умрете и пойдете в ад. Потому что каждый человек, кто грешен, пойдет в ад. И я понимаю, вы скажете, я неплохой человек. Пастор, я неплохой человек. Если бы ты знал меня, я люблю животных, я делаю что-то хорошее. Вот поэтому Бог, понимая, что много людей не очень добрые, и желая их всех спасти, послал Иисуса Христа на эту землю, который родился в человеческом теле, и Он стал как мы. И когда Он был на кресте, и Его там убили, никто не знал, что произошло. Великая тайна во вселенной произошла. Великое событие произошло. Он, каждый грех человечества, прибил к Христу и оставил там Его. И теперь Он дал возможность всякому человеку, кто поверит в то, что это произошло, то, что я рассказал, всякий человек, кто в это только поверит, Он говорит, этот человек получает, ему засчитывается прощение от всех грехов и в подарок получает жизнь вечную. Получая Святой Дух, который вечен, ты получаешь жизнь вечную. Ты становишься, это твое новое рождение, новая жизнь, и ты начинаешь жить вечно. Я хочу спросить некоторых из вас, кто впервые, кто не примирился с Богом. Примириться, это значит, вот в тебе живет эта семья греха, которая пришла от твоих родителей, от твоих предков, от Адама. И между тобой и Богом есть преграда. В глазах Бога ты грешник. Хороший, но грешник. И чтобы брать эту преграду, нужно попросить Бога в молитве, чтобы Он простил тебя, как грешника. Нужно признать, что ты грешник, и попросить прощение. И Он простит. Давайте встанем наши ноги все сейчас. То, что я говорю сейчас, я предлагаю тем из вас, кто не примирился с Богом, кто еще внутри себя носит это семя греха, я просто вас призываю, пока не поздно, покаятись перед Богом, что вы грешник, и всех ваших грехах, которые вы делали, то это нужно, не нужно их перечислять, нужно просто Богу сказать, их сотни, их тысячи, нужно просто сказать, Бог, я грешник, прости меня. И Он великий милостью прощает. Я призываю вас примириться с Богом. Примиритесь с Богом, потому что, если вы это сделаете, великий любящий Господь обещает вам, что Он не только простит вам ваши грехи, и не будет вспоминать. Вы слышите, драгоценное? Какое чудо! Бог говорит, я не просто тебя прощу, я скажу, я даже и не вспомню больше. Даже если ты когда-то придешь и скажешь, ну я же когда-то это делал, скажет, не помню, не помню, вот такой Бог. Выходите. Выходите. И я обращаюсь к тем из вас, кто хотел бы примириться с Богом. Кто хотел бы помолиться этой молитвой, можно вашу руку? Кто хотел помолиться такой молитвой? Примиритесь с Богом, я призываю вас. Да, выходите сюда, не стесняйтесь. Кто поднял руки, выходите. Помогите кому-то выйти. Я... Знаете, это... Этот подарок нельзя упустить. Потому что наша жизнь скажется, что нам еще впереди 20, 30, 50 лет. Да никто не знает, когда конец настаёт. Никто не знает. И вот только примиренный с Богом человек, который получил эту вторую жизнь, получил Дух Святой, он только может пойти на небо. И мы верующие, вот, видите, мы христиане, мы верующие, мы посланы с миссией ко всем людям говорить об этом спасении. И это здорово, что вы здесь. Хорошо, что Бог вас сюда привел, что вы услышали сегодня эту вещь о спасении. Это больше, чем исцеление. Исцеление получите, не проблема. Спасение. Это самое драгоценное. И давайте вместе помолимся. Плохая новость в том, что вы действительно грешники. Но хорошая новость в том, что если вы просите прощения, Бог вас простит. Он простил каждого здесь стоящего, еще миллионы христиан, которые на земле. Я вам помогу молиться. Просто повторяйте за мной. Хорошо? Вот он сейчас слышит, потому что сказано, что Бог везде. Даже не представляете, что он смотрит на вас сейчас. И слушать будет, что вы будете говорить. Давайте ему скажем это. Дорогой Отец, давайте вслух говорить. Я признаюсь, что я грешник. Я прошу тебя, прости каждый мой грех. Будь милостив ко мне. Прости меня. Помилуй меня. Удалит меня всякое наказание. Подари мне жизнь вечную. Я верю, что Иисус Христос, Он действительно твой Сын. Он действительно Господь и Спаситель. И пусть Иисус станет моим Господом. Я прошу, пусть Иисус станет моим Господом и Спасителем. И я признаю Иисуса своим Господом и Спасителем. Я не хочу, чтобы дьявол был моим Господином. Я признаю Иисуса. Я признаю Иисуса моим Господом и Спасителем. Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь. И благодарю Тебя за прощение. Благодарю Тебя за новую жизнь. Спасибо, что сегодня меня принял, простил и благословил. Аминь. Иисус Господь. Иисус Господь. Можно попросить наших строителей, кто у нас молится, выйдите. Мы хотим вас помолиться. Можно мы? Давайте помолимся сейчас, хорошо? Мы хотим вас помолиться, а потом, если у вас есть какая-то нужда молитвенная, мы запишем и будем молиться. Мы вас поддержим. Потому что, когда мы вместе молимся, Бог отвечает. Давайте сейчас помолимся, благословим исцеление, благословение всех этих людей. Подойдите, ребята, возложите руки в свои. Иисус возлагал руки на людей и благословлял их. Это признак благословения. Мы вас хотим благословить. Господь, пусть несчастная, испорченная жизнь сегодня прекратится. Пусть начнется новая жизнь. Пусть начнется восстановление. То, что дьявол разрушил в их жизни. Пусть теперь начнется Твое восстановление. Возврати им все, что было похищено дьяволом. Здоровье, успех, семьи, положение в обществе. Боже, я не знаю, Ты знаешь их. Возврати их, Господь. Пусть они получат исцеление сегодня. Избавятся от вредных привычек. Пусть они получат Дух Твой Святой. Пусть они, Господь, получат Твое благословение в полноте сегодня. Мы вас благословляем. Примите Святой Дух. Примите благословение от Господа. И пусть с этого дня ваша жизнь полностью изменится. Мы вас благословляем и объявляем. Проклятие больше не действует на вашу жизнь. Если вы искренне молились, поверьте, Бог с искреннями поступает поискреннее. Если вы честно молились, если вы действительно хотите последовать за Иисусом, если вы действительно хотите, чтобы все изменилось, все изменится. Потому что Бог вам поможет. И с этого дня Он будет вашим помощником. Давайте похлопаем Господу нашему. Знаете, такая простая молитва, такое простое обращение к Богу, оно нас отделяет от власти сатаны. И все права в нашей жизни отдают Господу Иисусу. И это здорово, если Господь Иисус берет права над нашей жизнью, потому что Он добрый. Он хочет нам помочь. И у нас есть такие листочки. Давайте мы запишем вашу молитвенную нужду. Что вы хотите от Господа? Мы хотим согласиться с вами, молиться. Ребята, просто вот послужите. Возможно, вам какая-то нужна помощь, литература, Библия. Мы вам поможем. Как-то ставьте свои координаты, телефончик. Вот кто-то еще подойдет вот к молодому человеку. Мы хотим вам помочь, наставить вас. Давайте все встанем в наши ноги. Скажите, я не устал. Аллилуйя. Давайте еще кому-то повернитесь, кто рядом, и давайте продолжать молиться. Господь, я прошу об этом человеке. Пусть сегодня произойдет чудо. Пусть сегодня произойдет чудо. Я высвобождаю чудо. Пусть Дух Святой, пусть Его сила работает над тобой сегодня. И то, что ты ожидаешь от Господа, пусть произойдет. Я благословляю этим. Я благословляю этим тебя. Я благословляю. Пусть чудо произойдет. Во имя Иисуса. Пусть это произойдет. Во имя Иисуса. Пусть это произойдет. Во имя Иисуса. Рую жизнь он не может пойти в небеса, даже если он сделает много хороших дел. Даже если он каждый день будет ходить и делать хорошие дела, из-за семени греха, из-за этой клетки раковой, которая не позволит ему попасть в небеса. Это законы Божьи. Ничего нечистого не войдет в небеса. И этот грех делает человека нечистым на всю жизнь. И Бог очень сильно возлюбил людей, понимая, что им всем предстоит умереть из-за греха одного человека, из-за Адама. Бог создал план спасения для человечества. И Он сказал однажды своему сыну, пойди на эту землю, пойди к этим людям, которых я люблю, и покажи им меня совсем другого. Покажи им меня настоящего, какой я есть, чтобы они возвратились ко мне. Покажи им меня не таким, каким меня рисует дьявол, не таким, каким меня рисуют люди и пишут книги. Покажи им меня, какой я на самом деле. Иисус пришел на эту землю и показал нам, какой Отец на самом деле, чтобы люди возвратились к Богу. И никто не знал, какой Бог приготовил сюрприз. Потому что Иисус ходил, как великий пророк, как великий целитель. Все восхищались им, но никто не знал, какой сюрприз приготовил Бог. Это была великая тайна. Когда Иисуса взяли, схватили, просыпали на кресте и думали, что все покончено. На самом деле все только началось. Началась новая эра, эра возврата человечества обратно к Богу. Новая эра возврата грешников к своему Создателю. И это великое чудо произошло. И в Деяниях сказано очень прямо, в книге Деяний. Когда сказали, что нам делать, чтобы спастись, Петр сказал, вы покаетесь и креститесь, и получите в дар Святой Дух. Когда Святой Дух входит в жизнь человека, происходит второе рождение, вторая жизнь. Человек становится способным войти в жизнь вечно. Ни один человек своими делами не оправдается. Он должен родиться заново. Новое рождение. Я сейчас обращаюсь к тем из вас, кто, может быть, пришел сегодня в первый раз сюда. Может, вы не знаете, почему вы здесь. Может, вы пришли за исцелением. Может, вас кто-то пригласил. В любом случае, мы будем молиться сегодня, и мы будем возлагать на всех руки. Вы получите свое чудо. Но есть что-то большее. Я вышел, чтобы сказать о чем-то большем. Вы можете получить исцеление, чудо, финансовые благословения. Можете мужа, жену получить по молитве, все что угодно. Но если вы не воспользуетесь этим великим даром, привилегией взять вторую жизнь, новую жизнь, возвратиться к Богу, считайте, что вы ничего не получили. Потому что вы просто когда-то все равно умрете и пойдете в ад. Потому что каждый человек, кто грешен, пойдет в ад. И я понимаю, вы скажете, я неплохой человек. Пастор, я неплохой человек. Если бы ты знал меня, я люблю животных, я делаю что-то хорошее. Вот поэтому Бог, понимая, что много людей не очень добрые, и желая их всех спасти, послал Иисуса Христа на эту землю, который родился в человеческом теле, и Он стал как мы. И когда Он был на кресте, и Его там убили, никто не знал, что произошло. Великая тайна во Вселенной произошла. Великое событие произошло. Он, каждый грех человечества, прибил к Христу и оставил там Его. И теперь Он дал возможность всякому человеку, кто поверит в то, что это произошло, то, что я рассказал, всякий человек, кто в это только поверит, Он говорит, этот человек получает, ему засчитывается. Он получает прощение от всех грехов и в подарок получает жизнь вечную. Получая Святой Дух, который вечен, ты получаешь жизнь вечную. Ты становишься, это твое новое рождение, новая жизнь, и ты начинаешь жить вечно. Я хочу спросить некоторых из вас, кто впервые, кто не примирился с Богом. Примириться, это значит, вот, в тебе живет это семя греха, которое пришло от твоих родителей, от твоих предков, от Адама. И между тобой и Богом есть преграда. В глазах Бога ты грешник. Хороший, но грешник. И чтобы брать эту преграду, нужно попросить Бога в молитве, чтобы Он простил тебя, как грешника. Нужно признать, что ты грешник, и попросить прощение. И Он простит. Давайте встанем наши ноги все сейчас. То, что я говорю сейчас, я предлагаю тем из вас, кто не примирился с Богом, кто еще внутри себя носит это семя греха, я просто вас призываю, пока не поздно, покайтесь перед Богом, что вы грешник, и всех ваших грехах, которые вы делали, то это нужно, не нужно их перечислять, нужно просто Богу сказать, их сотни, их тысячи, нужно просто сказать, Бог, я грешник, прости меня. И Он в великой милости упрощает. Я призываю вас примириться с Богом. Примиритесь с Богом, потому что, если вы это сделаете, великий любящий Господь обещает вам, что Он не только простит вам ваши грехи и не будет вспоминать. Вы слышите, драгоценные? Какое чудо! Бог говорит, я не просто тебя прощу. Я скажу, я даже и не вспомню больше. Даже если ты когда-то придешь и скажешь, ну я же когда-то это делал, Он скажет, не помню. Не помню. Вот такой Бог. Выходите. Выходите. И я обращаюсь к тем из вас, кто хотел бы примириться с Богом. Кто хотел бы помолиться этой молитвой. Можно вашу руку? Кто хотел помолиться такой молитвой? Примиритесь с Богом. Я призываю вас. Да, выходите сюда. Не стесняйтесь. Кто поднял руки, выходите. Помогите кому-то выйти. Я... Знаете, это... Этот подарок нельзя упустить. Потому что наша жизнь скажется, что нам еще впереди 20, 30, 50 лет. Да никто не знает, когда конец настаёт. Никто не знает. И вот только примиренный с Богом человек, который получил эту вторую жизнь, получил Дух Святой, он только может пойти на небо. И мы верующие. Видите, мы христиане, мы верующие. Мы посланы с миссией ко всем людям говорить об этом спасении. И это здорово, что вы здесь. Хорошо, что Бог вас сюда привел, чтобы вы услышали сегодня эту вещь о спасении. Это больше, чем исцеление. Исцеление получите, не проблема. Спасение. Это самое драгоценное. И давайте вместе помолимся. Плохая новость в том, что вы действительно грешники. Но хорошая новость в том, что если вы просите прощения, Бог вас простит. Он простил каждого здесь стоящего, еще миллионы христиан, которые на земле. Я вам помогу молиться. Просто повторяйте за мной. Хорошо? Вот он сейчас слышит, потому что сказано, что Бог везде. Даже не представляете, что он смотрит на вас сейчас. И слушать будет, что вы будете говорить. Давайте ему скажем это. Дорогой отец, давайте вслух говорить. Я признаюсь, что я грешник. Я прошу тебя, прости каждый мой грех. Будь милостив ко мне. Прости меня. Помилуй меня. Удаляй от меня всякое наказание. Подари мне жизнь вечную. Я верю, что Иисус Христос, Он действительно твой Сын. Он действительно Господь и Спаситель. И пусть Иисус станет моим Господом. Я прошу, пусть Иисус станет моим Господом и Спасителем. И я признаю Иисуса своим Господом и Спасителем. Я не хочу, чтобы дьявол был моим Господином. Я признаю Иисуса. Я признаю Иисуса моим Господом и Спасителем. Иисус, я отдаю тебе свою жизнь. И благодарю тебя за прощение. Благодарю тебя за новую жизнь. Спасибо, что сегодня меня принял, простил и благословил. Аминь. Иисус Господь. Иисус Господь. Можно попросить наших строителей, кто у нас молится, выйдите. Мы хотим у вас помолиться. Можно мы... Давайте помолимся сейчас, хорошо? Мы хотим у вас помолиться, а потом, если у вас есть какая-то нужда молитвенная, мы запишем и будем молиться. Мы вас поддержим. Потому что, когда мы вместе молимся, Бог отвечает. Давайте сейчас помолимся, благословим исцеление, благословение всех этих людей. Подойдите, ребята, возложите руки в свои. Иисус возлагал руки на людей и благословлял их. Это признак благословения. Мы вас хотим благословить. Господь, пусть, пусть несчастная, испорченная жизнь сегодня прекратится. Пусть начнется новая жизнь. Пусть начнется восстановление. То, что дьявол разрушил в их жизни. Пусть теперь начнется Твое восстановление. Возврати им все, что было похищено дьяволом. Здоровье, успех, семьи, положение в обществе. Боже, я не знаю, Ты знаешь их. Возврати их, Господь. Пусть они получат исцеление сегодня. Избавятся от вредных привычек. Пусть они получат Дух Твой Святой. Пусть они, Господь, получат Твое благословение в полноте сегодня. Мы вас благословляем. Примите Святой Дух. Примите благословение от Господа. И пусть с этого дня ваша жизнь полностью изменится. Мы вас благословляем и объявляем. Проклятие больше не действует на вашу жизнь. Если вы искренне молились, поверьте, Бог с искреннями поступает поискреннее. Если вы честно молились, если вы действительно хотите последовать за Иисусом, если вы действительно хотите, чтобы все изменилось, все изменится. Потому что Бог вам поможет. И с этого дня Он будет вашим помощником. Давайте похлопаем Господу нашему. Знаете, такая простая молитва, такое простое обращение к Богу, оно нас отделяет от власти сатаны. И все права в нашей жизни отдают Господу Иисусу. И это здорово, если Господь Иисус берет права над нашей жизнью, потому что Он добрый, Он хочет нам помочь. И у нас есть такие листочки. Давайте мы запишем вашу молитвную нужду. Что вы хотите от Господа? Мы хотим согласиться с вами, молиться. Ребята, просто вот послужите. Возможно, вам какая-то нужна помощь, литература, Библия. Мы вам поможем. Как-то ставьте свои координаты, телефончик. Вот кто-то еще подойдет вот к молодому человеку. Мы хотим вам помочь, наставить вас. Давайте все встанем в наши ноги. Скажите, я не устал. Аллилуйя. Давайте еще кому-то повернитесь, кто рядом, и давайте продолжать молиться. Господь, я прошу об этом человеке. Пусть сегодня произойдет чудо. Пусть сегодня произойдет чудо. Я высвобождаю чудо. Пусть Дух Святой, пусть Его сила работает над тобой сегодня. И то, что ты ожидаешь от Господа, пусть произойдет. Я благословляю этим. Я благословляю этим тебя. Я благословляю. Пусть чудо произойдет. Во имя Иисуса, пусть это произойдет. Во имя Иисуса пусть это произойдет Во имя Иисуса Мы обнаружили, что когда мы Господу говорим в вере Что сегодня у нас служение называется вот так И будут происходить вот такие-то чудеса Мы обнаружили, что Бог отвечает на вот это действие веры Поэтому мы называем служение, например, опухоли прочь, встань и ходи, прозрит У нас будут разные названия, вернее, разные конференции с разными названиями И мы видели очень много чудес в сфере органов деторождения, в мочеполовой системе, очень много И я не могу вам все их зачитывать, потому что это займет уйму времени Я просто заголовки прочитал Я вчера читал, ну это некоторые заголовки, конечно же Но я читал и думаю, ой, сколько людей избавилось от смерти Сколько людей получило от исцеления именно в этой сфере Вот послушайте, что Бог сделал среди нас Исцеление от пилонефрита и туберкулеза почек Исцеление от хронического пилонефрита Опущенная матка пришла в норму Господь исцелил и кровотечения прекратились Операция больше не нужна 20 лет она не могла забеременеть, но сейчас беременна Пять лет мы не могли забеременеть, но сейчас у нас ребенок Она не могла иметь детей и вот роды У меня был загиб матки, один яичник завернут под матку Но сейчас у меня ребенок Рождение ребенка после 14 лет ожидания Она зачала после применения помазанной салфетки Восемь семейных пар ожидают наденца, но уже родили Пять лет они не могли иметь детей, но после молитвы зачали Двенадцать лет у нас не было детей, но сейчас у нас третий ребенок Ребята, приготовьте видео, кстати, про... Забыл название, в общем, там про детей Три беременности и рождались мертвые дети, но молитва Доложись четвертому После молитвы Господь открывает чрево и дает детей Следующий заголовок Она долго не могла забеременеть, помолились за ее фото И она забеременела Вот полезно фотографии туда ложить Чудо исцеления беременной и спасение ребеночка от гибели После многолетнего ожидания Господь подарил нам Сына Элисея А мы смотрели это видео в прошлый раз Вот, друзья, это лишь маленькая часть всего того, что Бог сделал в матче-половой системе Огромное количество чудес произошло только в этой сфере И я вас ободряю, чтобы сегодня, если у вас есть какие-то нарушения в этой сфере, чтобы вы сегодня не пропустили свое чудо Давайте поговорим немножко о том, почему некоторые люди не могут иметь детей А некоторые, наоборот, вроде и могут, да не получаются А есть еще что-то и похуже Некоторые могли иметь детей, а потом перестают иметь возможность иметь детей Тема называется так Это даже не проповедь, а короткий такой анализ Я исследовал все случаи в Библии людей, которые были бесплодны И попытался параллель какую-то провести и увидеть, что там происходило Тема называется так Как бесплодные рожают, а здоровые становятся бесплодными Как бесплодные рожают, а здоровые становятся бесплодными Очень поучительное наставление Я хочу молиться Господь, спасибо тебе за Твое слово, что оно, в отличие от всяких компьютеров, поисковых систем Нам реально открывает духовную картину и реальные проблемы, и как их решать Твое слово – это истина, это свет И просвети сегодня нас и научи каждого из нас, чтобы мы могли научить других Чтобы мы сами имели четкое и ясное представление, как действуют все эти принципы и законы Аллилуйя! Начнем сначала с того, как бесплодные рожают В Библии описаны пять случаев бесплодных женщин Которые не могли никак иметь детей, и потом они займели детей И давайте я их быстро напомню, кто это и что там была за проблема Бесплодная Сара, в конечном итоге, родила Исаака Какая там была проблема, написано, она была вообще бесплодной все время Она такой была рождена И что произошло, урок, который из этого случая мы можем извлечь Кто читал эту историю, а она записана в Бытие, в 11 главе Что там именно происходило, хотя там много глав Ну, в 11, например, там написано, что именно произошло Авраам верил Богу Возьмите первый урок Если один из партнеров не может зачать Не может выносить или какие-то проблемы есть Вообще есть в вопросах деторождения Кто-то, кто верит, может являться ключом, ответом То есть нам нужны люди, которые верят И будьте этим человеком Если ваш муж или ваша жена, она имеет какие-то медицинские проблемы Противопоказания, она не может Или у нее какая-то опухоль, какие-то проблемы Ваша вера Потому что написано о вере Авраама, а не о вере Сары Авраам оставался верным И такие они это получили Верны Божьему Слову А что Бог нам говорил Есть самая первая заповедь для человечества Плодитесь, размножайтесь Есть благословение на этом Поэтому можно схватиться за него И усиленно молиться И Бог сделает это чудо Это был первый случай Второй случай Ревека Бесплодная Ревека родила Иосифа И интересно, написано, что в Бытие 25-21 Исаак молил Господа за жену Потому что она была бесплодна И ответил Господь на его молитву Исаак молился За Исаак молился За Ревеку Это второй урок, который мы можем взять Мы должны верить И мы должны молиться Молиться Господу Поверьте, я видел семейные пары Которые опустили свои руки Говорят, нам уже ничего не хочется Мы уже устали Или не говорите Не поднимайте эту тему Мы уже изранены так Нужно продолжать молиться Вопреки всему Третья история Третья женщина Которая описана была Как бесплодна в Библии Это Анна Которая родила Самуила Ее история записана В первом царстве В первой главе Вы помните, что Однажды она пришла в храм И они из года в год приходили Эта проблема не была У нее один год Но однажды что-то произошло Не то, что было раньше Она написана В большом сокрушении Рыдала Плакала И она дала обет Господу Что Господь Вот если дашь мне Сына Я на все дни Отдам его В Назареи Я вам расскажу Что такое В Назареи Отдать на все дни Был закон О Назарействе Человек Который хотел Посвятить себя На Полное Это в буквальном смысле Полное Служение Богу Это не приходит Церковь по воскресеньям Они Не употребляли Ничего Что связано С виноградом Вообще Даже шкурочки Винограда Написано в законе Нельзя было им употреблять Не говоря о том Что там вообще Какие-то продукты Из вино И так далее Вот Они не стригли волос Не касалась бритва Вот если это был обет На 20 лет На 10 лет На 5 То есть волосы Не стригались И они Неуклонно День за дня Они Служили перед Господом Они были в храме Делали там любую работу Они не видели мира Просто Они были в храме И все время Они посвящали Это был обет Назарейства И вот Анна Которая не имеет детей Говорит такую Как бы вообще Вещь Которая даже нелогична И Невыгодная для нее Она хочет ребенка И тут она говорит Господь Ладно Дай мне ребенка И я тебе его отдам На все дни жизни Не на 2 года Не на 3 Полное назарейство Там написано На все дни жизни Я отдам тебе его И мы знаем потом Когда он родился Самуил Как только он был оттят От груди Она его привела В храм И отдала священнику Представьте Когда ребенка Отнимают от груди Ну Ну 2-3 года Да Ну 4 Ну не такого поробка 25 лет То есть она буквально Кормила ребенка своего И он Вот Только там Перестал молочко пить Она вот такой вот Все С таком возрасте Отдала его священнику Все На всю жизнь Очень интересный поступок Да Ну Никто не заставляет нас Повторять путь Анны Но здесь есть для нас Нечто важное Какой-то урок тоже Вот Можно Богу дать Какой-то обед Не такой обязательно Но какой-то обед Он может сработать Вот я говорю тем парам Которые хотят иметь ребеночка Ну Если вам Бог это откроет Дайте какой-то обед Например Что Мой сын Он будет служителем Мы будем его приводить На каждое служение в церковь Мы его дадим Библейский колледж То есть Что-нибудь Можете какой-то обед дать Это может сработать И И тут еще Конечно сказано Что она Анна Она Очень сильно молилась И она Очень Ревностна И она была Давайте Прямо прочитаю Сейчас Я найду это Вот Когда священник Ильи Услышал ее рассказ Он думал Что она пьяная Она ему сказала Что она Скорбит Из-за великой боли И печали И отчаянно молилась Отчаянная молитва К Богу О милости Потому что она просила Будь милости В крабе своей служанки Отчаянная молитва О милости Держите это Четвертый случай Это Жена Маноя Которая родила Самсона Я искал ее имя Не нашел Она только названа Жена Маноя Не повезло Не записали ее имя И Написано Что так же Она не имела детей Это Судей 13 глава 2 стих И Вот что интересно В ее Случае К ней пришел ангел Однажды и сказал Так От тебя родится Особенный Ребенок Который начнет Освобождать Мой народ От Филистимлян Особенный Поэтому ты Не смей Не прикасайся Ни к вину Ни к спиртным напиткам Ни к чему И живи Святой Непорочный Она согласилась И она Зачала И родила Известного нам Самсона Урок Какой здесь Очень хороший урок Возможно Вы пока не родили Потому что Ребенок Которого Вы должны будете родить Очень Важен для Господа И Особый план Вообще Все те женщины Которые я читаю Посмотрите Они были бесплодны Не могли рожать А кого они родили Кого они родили Иакова Иосифа Самуила Самсона Ключевых людей Истории Так что Не расстраивайтесь И четвертая история Где написана Женщина Которая была Бесплодна В Библии Пятая история Правильно Это Елизавета Которая родила Иоанна Написано Что Елизавета И Захария Они были Праведны Перед Богом Неукоризненно Все исполняли И Служили Богу И в один из моментов Пошел Ангел И сказал Твоя молитва Услышана Послушайте Это тоже Хороший пример Это нормально Если вы Ведете Праведную Жизнь Чтобы ваша Молитва В конце концов Знаете Была услышана Вот это Короткие истории Которые я изучил И мне понравилось То что В этих людей Которые были Бесплодны Родились Великие люди Хочу Создать прямо Сейчас молитву Господь Я прошу Тебя О тех людях Кто до мной ждет Детей И нет Детей Я прошу Чтобы Ты Ободрил Этих людей Что возможно Одна из причин Почему так Сопротивляется Дьявол Почему так Сопротивляется Все вокруг Потому что Великий человек Родится Большой человек Родится Который будет Иметь историческое Значение И повлияет На историю Я высвобождаю Благословение На каждое чрево Которое закрыто Сегодня По каким-то причинам И не может Зачать Или выносить Ребенка Я благословляю Каждое чрево Во имя Исуса Христа И провозглашаю Пусть Великие люди Произойдут Через вас Пусть Великие люди Родятся Через вас Которые Изменят Историю Во имя Иисуса Христа Я бросаю Это семя Я говорю Ваше чрево Благословенно Я его Благословляю В могущественное Имя Иисуса Христа Слава Иисусу Слава Иисусу И вот еще немножко Когда я изучал Эти истории Мне просто было интересно Почему они рожали Кого они родили И что они делали Но когда я изучал Я не мог не заметить Еще двух вещей Я заметил Что есть случаи Когда наоборот Здоровые Женщины становятся Бесплодными И я посчитал Нужно об этом рассказать Потому что это тоже важно И есть два случая Которые описывают Когда рожавшие Становятся нерожавшими Или во всяком случае Когда здоровые Способные родить Становятся Неспособными родить Первый случай Произошел в доме Авимелеха Случай был такой Аврам Там Пришел Чужую землю Его жена была Очень красива Там Он видит царь Воины Охрана Думает О Меня сейчас Прибьют Жену заберут Скажу что вам Моя сестра Хотя вы меня В живых оставят И Авимелех думал Сестра так сестра Возьму в жены И забирает Сару себе Во дворец Ну и Бог к нему Ночью там Во сне явился Сказал Я вы всех тут Истреблю Все умрете Потому что отдай жену Она тебе не принадлежит У нее есть муж Возьмите сейчас Вот этот момент Эта история Записана Для тех Кто из вас Будет следить За всем Бытие 20 глава Здесь очень важный момент Бог ему сказал В этой Женщине Есть муж Обратите на это Внимание Я объясню Почему Почему я это говорю Потому что В этом есть Кое что О чем я скажу В конце Если у кого-то есть Законный супруг Или супруга Если ты незаконно Берешь их себе Это точно Против Библии Это точно плохо И это неизвестно Чем может закончиться Я вас вынужден Об этом подупредить Потому что Библия в этом пишет Это когда был первый случай В доме Авимелеха И второй случай был Ну вы знаете Чем закончилось Да Вот Из-за того Что он взял ее В Библии сказано Что все В доме Авимелеха И его семья И его придворные Все перестали рожать Закрылось чрево У всех И только Когда он отдал Сару обратно Аврам помолился И написано Снова начали рожать То есть получается Это не был один день Два дня Там длился какой-то период Что они могли заметить Что они не могут рожать И так далее Может год прошел Но через год Таки он ее отдал И второй случай Это случилось В доме Давида Помните Когда Давид Внес Ковчег В город Он плясал Проносил много жертв Потому что Он не хотел умереть И он очень радовался Что ковчег Таки В городе И он Прям в одной Нижней одежде В таком Назовем так Какая у нас Нижняя одежда есть В ночнушке Да Вот В пижаме О Он просто плясал И вот я вам Зачитаю это место Это 2 царств 6 глава 20 стих Потому что здесь Нужно кое-что увидеть 2 царств 6 глава 20 стих Это будет последнее Когда Давид Вернулся домой Чтобы благословить Своих домашних Вот смотрите Какая ситуация Счастливый царь Всех накормил Всех благословил Ковчег в городе Все получилось Приходит Сказано Для чего Благословить своих домашних В данное время Жена дома Милхола Пришел благословить Свою любимую жену И Милхола Дочь Саула Вышла встречать его И сказала Как отличился Сегодня царь Израиля Обнажившись На глазах у рабынь Своих слух Словно какой-то Непристойный человек А там это слово Непристойный Переводится Еще интереснее Оно в Геннадии Значает Глупец Ненормальный Дурик Давид Сказал Милхоле Это было Перед Господом Который Предпочел Меня твоему отцу Или кому-либо Из его дома Он поставил Меня правителем Израиля И я впредь Буду Веселиться Перед Господом Я стану Еще недостойнее И буду еще Ничтожнее В своих собственных Глазах Но те рабыни О которых ты говорила Будут Меня чтить У Милхолы Дочери Саула Не было детей До дня ее смерти Смотрите Он сам Озвучил ее Проблему Он говорит Ты сказала Что я позорился Перед ними Я там Такой-сякой Они меня как раз Будут почитать Я пришел У тебя благословить Ты меня встретила С презрением С осуждением Ты меня встретила С пренебрежением И конечно Понятное дело Что Такая история Вряд ли Знаете Повторяется часто Но если она хоть раз Записана в Библии Для нас это пример Что это однажды Может еще повториться Здесь есть Стройное непочтение Он-то перед кем Плясал Перед Богом Который Который Дал им и жизнь Всем Он-то перед Богом Плясал Это было непочтение К Богу Это было непочтение К помазанику Он же был Помазанником Божьим Это было непочтение К мужу Потому что он был ее Законным мужем Это было Тройное непочтение И Это Знаете Я Когда это Прочитал Такие выводы Сделал Что делать Что делать не нужно Послушайте На основании Вот этих вещей Что не нужно делать Не вступайте В незаконные Брачные отношения Никогда не вступайте Когда один Из супругов По-библейски Принадлежит другому Библия Обязанность Люди хотят Чтобы дети Были защищены Юридически Они хотят Чтобы супруги Несли Ответственность Перед друг Другом Чтобы не меняли Перчатки Друг друга Даже в стране Это считается Незаконная связь А законы Муж и жена Когда у них Они зарегистрировались Им поставили штамп Все остальное Поэтому не вступайте В незаконные Брачные отношения То есть Однозначно Это противобиблейский Вы понимаете И кто знает Чем это может закончиться И второе Чего не делайте Не вступайте В неузаконенные Брачные отношения Похожие слова Ярослов Там незаконные И неузаконенные То есть Это когда ты не зарегистрировался В браке И живешь Просто В гражданском браке То есть Так же в это Не вступайте Потому что Библия будет называть И считать тебя В блуде Что ты живешь в блуде Еще Какой вывод из этого Не критикуйте И не бесчестите Не презирайте Своего мужа Помозанника Господа Никогда Все Плохие новости закончились Скажите кому-то Плохие новости закончились Теперь хорошие Что вам нужно делать То есть Вот это не делайте Не делайте Что нужно делать Делайте это смело По примеру Авраама Твердо Верьте В обещания Бога Он сказал Плодить Размножайтесь Все Твердо Верьте Молитесь И все будет хорошо По примеру Исаака Молитесь За своих супругов Если они не могут иметь детей Конкретно Подходите Возлагайте руку на живот Еще куда-то Говорите Я провозглашаю Произведут от тебя народы Племена То есть Провозглашайте Молитесь Да Если супруг или супругу Говорит Да все Все Не надо Все Все Мы уже старые Мы не старые Сара в 90 Родила Во имя Иисуса Будут у нас дети Не расстраивайся Давай Все будет хорошо Не печалься Нужно молиться По примеру Анны Сами отчаянно молитесь Отчаянно молитесь Не сдавайтесь Если вы чувствуете Дать какой-то обет Господу Дайте Это нормально Я вам скажу так Некоторые люди Когда слышат такое Анна отдала сына На всю жизнь Господу Она его не потеряла Она его приобрела Кто знает Получила ли она сына Или нет А мир получил Самуила Слава Господу И она Эта жизнь все равно Быстро ее там прошла Эти 80-90-100 лет Ну в вечности Миллиарды лет Она будет своим сыном Господь дал Своих детей Правильно Кто читал Библию Молодцы Друзья Не бойтесь Своих детей Посвящать Господу Мы своего ребенка Принесли на 8 день Церковь Или на 7 На 7 На 7 день Посвятили И Она в церкви Спросите Где наш ребенок В церкви И она будет Всегда в церкви Также Вспомните Жену Маноя Храните себя чистыми Вам это точно Пойдет на пользу Храните себя чистыми И вспомните Елизавету И Захарию Живите правильно Перед Господом И служите Ему И не спорьте Хорошо Знаете почему Захария замолчал Вот Вот Мне было интересно Почему Смотрите И Марии Ангел сказал Вещь которая была Нереальная У нее не было мужа И Захария Скала Вещь нереальная Она была бесплодна Но Мария нормально Проехала А Захария Заработал Перестал говорить Там есть Маленький нюанс Потому что Что ответил Захария Он Ну сейчас просто Мы не можем углубляться В эту тему Но он попросил Знамение Как это будет И там В реческом переводится Покажи знамение А Мария сказала Да будет Да будет То есть Да Хотя у Марии Да Она что Ну Она Как Это Терми родится Даже мужчин Еще не знаю Вот Ну Все было нормально С ней А он Ему Пришел Ангел Я хочу Чтобы вы Это поняли Он не просто Услышал Слово Где-то Он не просто Где-то там Получил Какой-то сон Представьте Вы стоите Служите За кафедрой Те является Ангел Два с половиной метра Сияет Славе Божьей Говорит тебе У тебя будет Твоя молитва услышана У тебя будет сын Ты Тай мне доказательства Понимаете Почему он замолчал Тебе мало Что ангел С неба К тебе пришел Самый первый ангел Который приносит Новости К тебе пришел И говорит тебе У тебя будет сын Ты говоришь еще А как это произойдет То есть Дай мне какое-то знамение Ну вот тебе знамение Не будешь молчать Вот тебе и знамение В заключение Давайте встанем наши ноги Хочу совершить молитву Вот то что я вам перечислил Это не является Не пусть будет пока Это не является Условиями Чтобы Нерожавшие Начали рожать Это же не условия Это просто Исторические примеры Но мне хотелось Вам их напомнить Потому что Это библейские случаи Подобные Как может быть у вас Что может быть И вы долго Не можете иметь детей И даже не поймете почему Вроде бы вы не грешите Вроде бы Ну вы не делаете Чего-то такого Что неправильно И не поймете почему И вот мне хотелось Вам зачитать То что они делали Может это не помогло Может там другое Что-то работало А кто его знает А кто его знает А может быть Это помогло им Благодаря Вере Авраама Благодаря Тому что Кто-то послушался Ангела Кто-то Перестал Пить вино Всякие напитки Стал вести Праведную жизнь Кто-то Начал взываться Слезами Кто-то Сына Своего будущего Еще не родившегося Посвятил Богу А кто его знает Может это и сработало Я хочу молиться О том Чтобы Те из вас Кто хочет иметь Ребеночка Чтобы у вас был Ребеночек Господь всемогущий Спасибо за эти примеры Мы видим Что люди Которые Не могли иметь детей Они Получили детей И Неспроста Это не просто так Записаны Какие-то истории И детали Этих историй Что они Что-то Делали Я прошу Об откровении Господь Каждой семейной паре Возможно Кому-то Не нужно ничего Из этого делать Но возможно Кому-то Нужно будет Что-то сделать И я Об этом Проповедовал И для тех И для тех людей Кому нужно Что-то сделать Пошли Откровение Сделать Что-то Что делали Эти люди Или что-то Подобное Что они Делали Во имя Иисуса Христа Я высвобождаю Пусть придет Откровение Что вам Нужно Сделать Для того Чтобы Ускорить Приход Вашего Потомства Во имя Иисуса Христа Идите По всему Миру И несите Людям Радостную Весть Иисус Спасает Исцеляет Освобождает И благословляет Сейчас Приглашаем Посетить Служение Чудес Исцелений Которые Еженедельно Проходят В Киевском Центре Благословения Отца Адрес Время Служения И контактный Телефон Вы видите Сейчас На вашем Мониторе Редактор субтитров Корректор А.Кулакова